Область музыки, душевные волнения, а цель музыки, в особенности музыки классической, возбуждает эти волнения, и сама она также вдохновляется ими. Эти слова великой француженки Жорж Санд и по истечении долгих лет с момента написания актуальны. Музыка была и остается высшим в мире искусством, поэтому столь долгие 27 лет фестиваль «Январские музыкальные вечера» привлекая зрителя, который становится поклонником этого форума музыки. Вот эти мероприятия, конечно, они очень важны не только для жителей нашей области, а считаю, для республики. Сегодня 27-й форум, то я думаю, что даже в те сложные времена, которые были на уровне становления нашей республики, они проводились, то теперь никакого основания нет их отменять или не проводить. Стоит предположить, что именно форум классической музыки под таким брендовым названием «Январские музыкальные вечера» стал одним из поводов и обоснованных причин, чтобы присвоить Бресту звание культурной столицы Беларуси 2015 года. На церемонии закрытия Международного фестиваля классической музыки состоялась торжественная передача столь высокого звания Бресту от культурной столицы 2014-го города Гродно. Министр культуры Борис Светлов отметил, что статус жителей столичного города брещане заслужили уже давно. Это год 70-го дня нашей перемоги. И тому, как мы все узважили, выражали, что требует проводить все культурные мероприемства с акцентом на Брест. Это у нас год молодцы. И тому, что каждое наше мероприемство, которое мы проводили, чему бы оно не было присвечено, мы, безумовно, тут уличаем вот эту молодёву складающую. Тому так само и кожная зъява, которая будет отбываться в Бресте, как культурная столица этого года, она так само будет носить вот этот акцент, этот налёт молодёву носить. На первых годах, дозволите повиншовать всех биросейцев с набытьём статуса культурной столицы. Дякуючи инициативе Министерства культуры, каждый город мае шанс быть столицей один год. Алеш, мы особливо гоноримся тем, что мы столица 15-го года, года 70-го года великой перемоги и года, когда нам застанется меньше 5 годов до нашего тысяча годзе. Упереде шмат мероприемств, ужпереде великая праца, и мы зробим всё, как утримать ту планку, якая была угродна, когда яны были культурной столицей. Алеш, я мару об тым, как мы были не только культурной столицей, а были столицей инвестицийной, будовничьей, промысловой, финансовой. И для этого мы зробим всё, что требуем. После вручения столь высокого звания, закрытие январских музыкальных вечеров прошло на одном дыхании. Впрочем, каждые четырёх дней своего зрителя покорял энергией и мощью выступлений, прекрасно подобранными исполнителями и коллективами. Но на закрытие были приглашены самые маститы, чтобы ещё раз показать, что музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств. Заворожённый брестский зритель с необычайным почтением вслушивался в звуки симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского. Как один слаженный организм звучали скрипки и виолончели, контрабасы, рояль, флейты и тромбоны. Четыре фестивальных дня принесли зрителям не только радость от познания классической музыки, они стали своеобразной подпиткой для каждого, ведь только высокая музыка может обогатить и разум, и душу. Ожидания сбылись. Я думаю, что три дня прошло ровно, красиво, компактно, и как-то восприимчивы слушатели были к тому, что происходило на сцене в течение двух-трёх часов. И я счастлива только потому ещё, что состоялся 27-й фестиваль, сегодня последний день заключительный, но он совпал с открытием в Бресте культурной столицы. И вот это даёт радость, что это у нас вместе с фестивалем, с фестивальным днём это сочетается. Я так думаю, что Брест дослуживает быть культурной столицей. Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нём душа говорит с душой. Слушая прекрасное исполнение Арии Лючии из оперы «Лючия де ла Мэрмур» грузинской оперной дивы Кетейван Гавашели, понимаешь, насколько правильны эти слова. Покорил берестейцев и юный талант из Молдовы Иоаннел Манчо, непосредственным, но уже виртуозным исполнением на скрипке. Завершились январские музыкальные вечера выступлением народного артиста СССР, профессора, солиста Большого театра России Владислава Пьевко, который прекрасно исполнил в партии от Элла и Германа. Из «Пиковой дамы» поразил зрителя не только вокалом, но и экспрессией, свойственной лишь оперному метру. Публька шикарная. Все принимают меня очень здорово. В свое время я приезжал со своей командой теноров. У меня была такая программа Владислава Пьевко и компания «Парад теноров». И ее тоже принимали очень здорово. Поэтому я обижаться на обрезку публику не могу. Она меня всегда любит. И сегодня только объявили, сразу встретила аплодисментами. Это было очень приятно. Все выступающие на фестивале январские музыкальные вечера были удостойны дипломов за высокоисполнительское мастерство, поощрительными призами от губернатора, но все-таки лучшей наградой для артистов звучали долгие аплодисменты брестских зрителей, уже влюбленных в классическую музыку и вновь полюбивших ее. Спасибо. Спасибо.